Друзья мои, очередное доброе утро в Таиланде. Электричества нет совсем, соответственно, духотища страшная. Сидеть здесь днём в комнате нереально, поэтому надо куда-то ехать. Там, где есть кондиционеры, ну или хотя бы по улице, там хоть ветер есть. Поэтому ещё продлеваем на один день байк и едем куда-нибудь, например, на тайский массаж. И только я собрался уходить, выяснилось, что у меня появился свет. Я услышал, заработал в холодильник. Соответственно, щёлк и работает свет. И это радостная новость. Теперь я могу хоть спать нормально, хотя бы кондиционер можно включить. Ну и, естественно, там компьютер, все дела и горячая вода. У-у-у, у меня радостная новость. Но это не отменяет поездки на тайский массаж. Почему бы, собственно, и нет. У меня всё ещё старый байк, потому что Андрюхи всё ещё нету на Пукете, поэтому я свой байк взять не могу. Поэтому сегодня уже третий день я на этой Колымаге езжу. Ну, в принципе, ничего страшного. Но сам факт, мой байк приятнее. Вот он, блин. Клик. Слем капец, да? Как вам моя кепочка? Скорее бы я уже свой забрал, блин. Ужас. Стыду бы одна ездить, как лошара последняя. Байк, блин, как выяснилось, старый капец просто. Даже вон не работает стрелка абсолютно. Я ещё думал, что, кстати, не работает показатель этого горючего, потому что он там ниже красный был, я ездил полдня на нём. Потом уже заправился, и там 2 литра заправил, она так и не дёрнулась. Потом заправил там чуть побольше, она оп, сразу сюда пошла. Какие громкие, блин. Короче, вот это работает, а вот это нифига не работает. И он дребезжит весь, особенно вот с этой стороны. Едешь пальцем... Да что ж такое там? Трафик сегодня, блин. Дребезжит весь, едешь пальцем вот эту штуку придерживаешь, потому что вот эта панель, она пластиковая, и где-то она плохо закреплена, она дребезжит так, что кажется, что развалится просто. Я доехал до тайского массажа, и вот сейчас ехал и думал, как вот снимать такое видео, чтобы вот, знаете, как в кино. То есть я сажусь там, еду и так далее. Ну вот не могу никак придумать, кроме как взять GoPro какую-нибудь камеру, повесить на руль, например, или куда-нибудь. Ну с этой вот невозможно это делать. И еще одна есть фигня по поводу вот этой вот кепочки. У нее, сука, парусность такая, что когда встречный ветер, ее аж поднимает вот так вот. Хорошо, есть вот эта хрень, которую я держу подбородком, а так, в принципе, слетает, аж приподнимает, блин, капец. Очень неудобная вещь. Вот для кого она сделана, вот эта пробка, блин, в подарок и жаплики. У меня новый пассажир на байке. Катяра, ты чего пришла сюда? Э, здорово! Это мой байк. Ты что здесь делаешь? Здорово! Носцы мне еще тут, блин. Молодец. Вот это, кстати, охрененный массаж. Здесь еще и школа есть. Очень клевый. Пошли посмотрим, есть ли там места на сегодня. Пришлось переодеть штаны. Теперь я выгляжу примерно вот так вот в штанах. Потому что без этого, говорят, нельзя. Если в шортах был, он был еще проще, а так никак. Ладно, пойдем искать, кто тут есть живой. К сожалению, здесь на массаже не получилось поснимать. Массаж уже закончился. Мне очень, конечно, понравилось. Потому что, во-первых, они профессионалы здесь. Во-вторых, действительно, у меня там, видимо, застои уже были. И она так хорошо помяла прямо. И в конце дают еще вот такой вот голубой чай. Ну так, освежится, что называется. И стоила все эта забава 200 бат всего лишь. Вот на пляжах там никакой массаж абсолютно. И стоит 400 где-то примерно бат. А здесь вот профессионалы делают. Очень здорово, конечно. Я сюда в свое время маму водил свою. Когда-то полтора, по-моему, два года назад она сюда приезжала. У нее были проблемы, она не могла руку поднять. Человеку 67 лет, можете себе представить, да? Ну вот не поднимается, с плечом какая-то проблема. За 10 сеансов здесь ее так вылечили, что она там потом легко поднимала очень все, что только можно. И руки, и все, что хочешь. Вообще просто клевые ребята здесь, девочки имеются в виду. Очень большие профессионалы. Так что рекомендую, если кто-то здесь будет, не процента ради, но очень клевая штука. Напротив макро, запомните, вот и центру фестиваля. Напротив макро замечательный массаж просто. И вот такие котики. Куда ты лезешь? Это мое, в стороночку. Совесть надо иметь, блин. Это мой. Отвали. Отвали. Есть еще одна небольшая проблема. В прошлом году мы отправляли посылку отсюда, из Таиланда, в Питер. Ну, ту самую злополучную, которая ходила туда-сюда, и так в Питер и не пришла, а вернулась обратно в Таиланд. Собственно, все шорты были в той посылке. У меня сейчас единственное, что есть, это штаны. Здесь жарко, в штанах ходить довольно сложно, поэтому надо купить шорты. Можно, конечно, съездить в большие супермаркеты, но самый лучший вариант – это съездить на ночной рынок, на Камаркет, который работает в субботу и воскресенье. Там прекрасный выбор шорт по дешевой цене. Рынок, конечно, не особо большой, но, в принципе, найти здесь что-то довольно тяжело. Надо знать, куда смотреть. Я, например, точно знаю, где штаны. Вот они, шорты в смысле. Вот какие-то такие надо взять. Здравствуйте. Я хочу купить что-то такое, может быть. Да. Для тебя, урай. Для тебя, урай. 50-50? А, сам Рогазит. 350. Я плачу тебе. Сейчас выберем что-нибудь нормальное. Ты можешь купить. А, можно я проверить, может быть, еще один? Так, господа, я сейчас все-таки паузу сделаю. Бляха, ну и что вы думаете? Я дебил. Блин, я, оказывается, деньги не взял с собой. Переворошили там все шорты, которые были. Все, вроде бы как выбрал даже две пары, блин. Ага, сейчас, купил, блин. Крапец, еще дебил вот такой. Надо было ехать на Нако Маркет и не взять деньги с собой. Еле наскреб там мелочью просто на одну пару. Ну, хотя бы хоть что-то взять. Хотел, думал, двое шорт взять. Не получилось. Крапец. У нас день очередного дня на Пукете. Сейчас у нас 4 часа дня. Я проснулся сегодня два раза. Первый раз в 12 часов. Второй раз в полчетвертого дня. Сейчас у нас вот как раз без 15.4. Это я до сих пор не могу еще прийти в себя после переезда. Потому что там летаешь 15 минут ты поспал. Там где-то потом полчаса ты поспал. Потом опять не спишь. Потом полтора часа поспал. И вот это все поменялось полностью. И у меня сбилось все, что только можно. Поэтому восстановиться я до сих пор не могу. И вы представьте, ну как это так. Вчера я в 4 еле-еле заснул, блин, ночи. И вот сегодня в полчетвертого, считайте, дня проснулся. Сегодня должен приехать Андрюха, по идее. И я должен у него забрать байк свой. Я ему уже позвонил. Он еще до дома не доехал. Поэтому говорит, сейчас посмотрю, что там есть. И позвоню тебе. Я сейчас вообще без байка. Я свой сдал, который я здесь брал. Ну, 3 дня уже я на нем катаюсь, уже хватит. По 250 рублей в день. Доровато как-то. Но у меня нет тайских бат. Вообще. То, что я сутку поменял в аэропорту. Все, она закончилась. И что-то я как-то тупанул. Надо было вчера ее поменять. Вот сейчас я без байка. Без денег. Имеется в виду тайских. И надо ехать к Андрюхе. Поэтому сейчас не знаю, что делать. Надо брать байка-такси. Мото-такси. Мотосай, как здесь называется. И ехать в фестиваль. Хотел поменять деньги, сидеть там, ждать Андрюхиного звонка. Наверное, так? А вы обратили внимание, что я в новых шортах? Правда, единственных на данный момент больше нету. Денег-то я вчера не взял. На одни только хватило. Следующие шорты будут покупаться на следующей неделе, когда Нако-маркет опять откроется. Он работает только по субботам и воскресеньям. Ну, на неделю мне хватит. Пришлось поменять 10 долларов здесь у нас на ресепшене. Хоть заплатить каким-то образом за мотосай. Это такси, которое... Я хочу идти в Сен-Тан. Сен-Тан? Сен-Тан. А что? Сен-Тан или Пет-Сен-Тан? Пет-Сен. Окей. 80, говорит. Сейчас, секунду, один ушли. О, вот так намного лучше. Ну что, деньги поменял. Теперь ждем звонка от проката байков. Позвонил Андрюха, можно к нему ехать. Правда, говорит, что у него нету моего Airblade. Скорее всего, там будет либо Клики, либо PCX. Ну, посмотрим, короче говоря. Так что сейчас едем к Андрюхе за байком, наконец-то. Опа. У Андрюха здесь что-то перекопали. И как он собирается домой попадать? И байк мне давать? А, так тут положили что-то. Ага, понятно. Саварика? Так, где-то здесь должен быть Андрюхе. Вон он. Так у тебя там все нормально. Положили досочки. Только что я с тобой поговорил, вышел. Я его в темно. Ну что, как оно? А что там у тебя? Етицкая сила, блин. Ты все байки вовнутрь загнал что ли? Ну, те, что остались дома, загнал, ну. Охренеть. А свет где? Сейчас включил. Ааа. Те, что дома оставались, я их сюда все загнал. Ефиг не о том, что... С ума сойти, блин. Что вот здесь краю стоят, те, которые не ходовые. А те, которые нормальные, стоят дальше. Да. Но это как всегда. Охренеть. Вот это вот ты только раз кем в PCX пригнал, вот его тогда бери. Пока. А потом уже мы разберемся. А я бы еще шлем, на самом деле, свой где-нибудь взял бы. Твой шлем вот тут вот лежит. А вот он, я его вижу, кстати, да. Вот он, первый прямо, да, это мы. Надо его только это. Ну да. Вот такой вот PCX. А сюда влезает шлем, вот самое интересное. По крайней мере, мой влезает. Вот. Отлично, все. Вот это самое главное. Так, у него все нормально. У него все нормально, у него одна лампочка не горит, час увидел. Ну, может быть, дальнего погорит. Ну, я сделаю, это не вопрос. Все, я приехал домой. По дороге там заехал еще в магазин, поесть купил. Вы обратили внимание, что у меня теперь PCX? И причем за хорошую цену. PCX это, ну, получше, скажем так, байк, чем у меня был Airblade. И обычно его сдают за 3 тысячи бат в месяц. Ну, для своих, так скажем. Есть там за 4 тоже сдают. Мне Андрюха по старому знакомству сдал за 2,5 тысячи. И, в принципе, я вот первый раз так нормально поездил. Сегодня вот вечером, когда домой ехал по городу на PCX. Пуф. Очень круто. Мне очень понравилось. Я, когда я еще уезжал, он вдруг мне сказал, не переживай, не жди Airblade. Ты с него, с этого не слезешь. Тебе очень понравится. Действительно, очень клево. Мне очень нравится. Играет музыка.